Вторая мировая война завершилась на Дальнем Востоке. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. 1 миллион 700 тысяч советских солдат сражались против Квантунской армии. Среди тех, кто защищал восточные рубежи Родины, был Валентин Теплов. На пожелтевшей фотографии два молодых солдата. Снимок сделан в 1945 году в Северной Корее. Юноша слева – Валентин Григорьевич Теплов. Справа – уроженец в соседней деревне. Советское командование опасалось открытия Восточного фронта, поэтому дислоцировала на Дальнем Востоке часть войск. На Восток, да? На Восток, с запада. Из Берлина взял. Ефрейтор Теплов воевал в 42-й отдельной механизированной бригаде в составе артиллерийского дивизиона. Оружие – пушки разного калибра. Я его потерял. Кого потеряли? Друзей. Ну, своих. Все? Его же нет у него уже. Я живу остался как-то вот. Это война есть, война. Война. Никого не жалеет. Пуля попала тебе. Все, на смерть, на смерть. Ранен, ранен. Живый, живый. Живый остался. Столько лет прошло после войны, но воспоминания не оставляют ветерана. Мы все время наступали, наступали, наступали. Все время. Перед, 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 перед. Пока. Пока война огончилась. Они капитулировались. Быстрее. Быстрее. Не так, как на Западе. За мужество и героизм Валентин Григорьевич получил орден Отечественной войны второй степени. Медаль за победу над Японией. После войны еще три года служил в Северной Корее. Затем вернулся на родину. Трудился на кирпичном заводе в районной больнице. Женился и вырастил детей. Внуки, как и дед, отслужили в армии. В мае этого года состоится празднование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. И отметить ее ветеран хочет на Красной площади в Чебоксарах. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика.